У руководства корпорации есть ряд вопросов, и один из них это повышение эффективности всех процессов производственных, которые у нас есть. В частности, это коснулось сегодня и анализа деятельности наших дочерних предприятий. Честно могу сказать, что мнения в руководстве корпорации разделились. Возвращать цеха, не возвращать цеха, дает это экономическую целесообразность, не дает это экономическую целесообразность. По правде говоря, вопрос встал не столько исходя из экономики, сколько исходя из эффективности работы некоторых из наших дочерних обществ, которые стали жаловаться, что нахождение вне корпорации приводит к длительным срокам согласования документов, а как следствие к длительному сроку выполнения работ. В первую очередь, это касается наших строительных дочек. Они и подняли эту идею, а не вернуться ли нам в корпорацию, может быть, все убыстрится. Но так как решение достаточно глобальное, поэтому на сегодня оно еще до конца не выработано. Мы продолжаем консультации и внутри корпорации, и с дочками. Я думаю, что где-то в первом квартале решение будет принято. Но это точно не решение касательно всех дочек. Обсуждаются сейчас, в первую очередь, как я сказал, строительные и еще ряд дочерних предприятий. Так что я думаю, что не надо спешить. Лучше хорошо все осмыслить, семь раз померить и один раз отрезать. Но в любом случае, какое бы ни было решение, 2011 год, все останется так, как есть. Нет, не обязательно. Если решение будет принято, перевод занимает месяц. То есть мы создаем цех, мы переводим туда сотрудников, а дальше идет работа по ликвидации общества. Это уже не связано с работой именно предприятия. Это уже делают юристы. Поэтому перевести можем в течение месяца. В разгаре отчетно-выборная профсоюзная кампания на ВСМПО и в марте состоится отчетно-выборная конференция всей профсоюзной организации. Как заявил нынешний председатель Юрий Владимирович Куканов, он будет свои полномочия складывать и будет избран новый лидер большой организации общественной. Вам важно знать, кто будет лидером? Придаете ли Вы значение вообще этой должности и этому явлению, как выборы? Ну, должность руководителя профсоюзной организации площадки ВСМПО, так же, как и площадки АВИСМО, ее невозможно недооценить. То есть это должность, которая вбирает в себя достаточно большой спектр работы. И даже с позиции генерального директора. Первое, наверное, и основное, это отстаивание интересов трудового корректива. А в рамках реализации этого своего направления деятельности генеральный директор получает в обратную связь. Поэтому, да, мне интересно, кто будет председателем профсоюзного организации. Мне интересно, как сложатся у нас взаимоотношения. Мне бы, например, хотелось, чтобы это был активный человек, активно отстаивающий интересы наших работников. В то же время он должен быть конструктивным. Потому что неправильно требовать, например, руководство того, что невозможно сделать, и человек это понимает, заведомо это требует. Но не требовать это тоже абсолютно неправильно. Так что я считаю, что это очень важная должность, и ответственность, которая будет возложена на человека, она огромна. Поэтому желаю всем нашим работникам сделать правильный выбор и выбрать правильного человека. А вы намерены предложить кандидатуру? Нет. Я думаю, что это и по закону-то неправильно. А с точки зрения моего понимания жизни на предприятии это совсем неправильно. И еще о двух выборных должностях. В среду, в ближайшую уже теперь среду, состоится заседание Думы, на котором должен быть избран глава городского округа, а затем пройдет конкурс и назначение выборов главы администрации. Примерно такой же вопрос, как и по профсоюзу. Вам, как руководителю градообразующего предприятия, очень важно знать, кто будет избран. И влияли ли вы, и собираетесь ли вы влиять на выбор этих кандидатов? Вы знаете, наверное, мне не столько, как руководителю градообразующего предприятия, как руководителю градообразующего предприятия, наверное, мне это не сильно важно. Потому что у нас есть забор, за которым находится наше городообразующее предприятие, и за которое, в принципе, город не заходит. То есть помочь предприятию город ничем не может. Никаких льгот, субсидий или послаблений нам от города не нужно. Поэтому мне, как генеральному директору, наверное, это не сильно интересно. А вот мне, как жителю Верхней Салды, это критично. Потому что я хочу, чтобы наш город расцветал ничуть не хуже, чем предприятие. Поэтому очень важно, чтобы руководителем нашего муниципального образования был активный, правильный, переживающий за то, что происходит в городе, и желающий сделать из города, может быть, не сказочный город, но я считаю, что у Салды есть потенциал стать одним из лучших производственных городов Свердловской области. И мне бы хотелось, чтобы у руководителя муниципального образования было точно такое же желание. А предприятие ему в этом поможет. Поэтому, да, мне интересно, да, я высказываю свое мнение по данному вопросу, да, оно не является, как сказать, обязательным, и я его высказываю просто как гражданин. Конечно, мне немножко легче его высказывать как гражданину, потому что я генеральный директор городообразующего предприятия, но на все вопросы – да. К другой теме. Действительно ли закрывается трубный завод в Никополе, и связано ли это с политическими различными взаимоотношениями российско-украинскими, или исключительно по экономическим соображениям? Глобальный вопрос. Нет, это абсолютно не связано ни с какими политическими взаимоотношениями между нашими странами. Скажу больше, что значит закрывается завод. Всегда надо разделять эти вещи. То есть есть завод как предприятие, и есть завод как юридическое лицо. Никто никогда не интересовался, как наш украинский завод оформлен юридически. Если посмотреть, что с ним было год или полтора назад, точнее, как мы его приобрели, и как он дошел до 2010 года, это было три юридических лица. Три. Соответственно, нам показалось это неправильным, неудобным, да и некрасивым. Поэтому сегодня завод как предприятие, производящее продукцию, существует. Мы за последние 3-4 года проинвестировали туда несколько десятков миллионов долларов, что позволяет нам сегодня говорить о двукратном увеличении объемов производства на этом предприятии. Мы собираемся вывести продукцию этого предприятия с промышленного рынка на авиационный. Поэтому корпорация уделяет очень большое внимание своему небольшому заводу на Украине. И мы продолжаем его развивать новые виды продукции, новые технологии. И никто его не собирается закрывать как предприятие. Как юридические оболочки, да, мы избавляемся от вот этих трех компаний, являющихся наследием. Мы их приобрели в рамках покупки предприятия. Сегодня же весь завод юридически оформлен на компанию украинскую, разумеется, ООО ВСМПО «Титан Украина». И в рамках него осуществляется вся производственная деятельность. Ну, вы же понимаете, Михаил Викторович, на ближайшие 20 лет наше с вами интервью не может обойтись без темы «Титановой долины». Поэтому вопрос такой. Есть ли у вас предположения или уже точная информация о том, кто станет пионером в «Титановой долине»? Знаете, вчера целый день я практически провел в Екатеринбурге, в том числе большую часть дня решая вопросы по «Титановой долине». Был приятно удивлен тем, что уже областью подписаны 4 соглашения с потенциальными резидентами области. О, не области, а долины. Эти резиденты абсолютно не связаны с ОСМПО «Ависмой» и не имеют отношения к «Титану». Я считаю, что, может быть, это не показательно, но очень приятно, что зона начинается не с «Титана», потому что мы-то свои обязанности выполним, и «Титан» мы туда приведем. Но очень приятно то, что зона показалась привлекательной для нетитановых резидентов. И это дает следующий виток потенциала развития нашей «Титановой долины». Так что вот с этими четырьмя уже подписаны соглашения. И в марте мы ожидаем большую делегацию наших партнеров, наших покупателей основных. Это тур организованной компанией «Боинг». В рамках него к нам приедут высшие руководители основных субпоставщиков компании «Боинг», которые заинтересованы в развитии партнерских, совместных производств с нашей корпорацией. Корпорация по результатам 2010 года вновь названа благотворителем года конкурса, который объявляет и проводит правительство. А на 2011 год наши благотворительные планы насколько широки? Ну, если честно сказать, они у нас, конечно, будут больше в 2011 году, чем в 2010. И в первую очередь это обусловлено некоторым выходом из кризиса, увеличением объемов производства, лучшими экономическими показателями, которые мы планируем на 2011 год. То есть, если переводить это все на человеческий язык, у корпорации будет больше денег, которые мы сможем потратить на, так сказать, благотворительность. Тут надо понимать одну вещь, что, может быть, мы не совсем честно получаем это звание, потому что то, что мы на предприятии в Салде считаем так называемой социальной ответственностью бизнеса в Верхней Салде или деятельностью городообразующего предприятия за своей территорией, то есть поддержкой города, во всем мире, так же, как и в нашей стране, считается именно благотворительностью. Это, конечно, будет резать слух большинству граждан Верхней Салды, которые все всегда требуют от предприятия всего того, что предприятие делает. Но вот в области это понимают правильно и называют благотворительностью. Потому что предприятие не обязано это делать, оно это делает. Но так как мы любим наш город и хотим его приукрасить, так как корпорация любит своих работников и хочет, чтобы их жизнь улучшалась, мы эту деятельность продолжаем и будем продолжать, будем ее наращивать в некоторых аспектах. Поэтому я думаю, что и в последующие годы мы будем этим благотворителем Свердловской области. С другой стороны, что радует, что в этом году мы заняли не первое, а второе место. А это значит, что в области есть еще предприятия, которые уделяют не меньшее внимание тем городам, в которых они находятся, и тем людям, которые у них работают. То есть для меня это было очень отрадно, несмотря на то, что, может быть, второе место хуже первого. Но с точки зрения уже жителя Свердловской области, меня это радует. Правда ли, что министр обороны Российской Федерации ответил «да» на просьбу Сергея Викторовича Чемизова о передаче военного госпиталя под юрисдикцию муниципалитета Верхней Салды? — Если честно, то да. Надо сказать, конечно, огромное спасибо и Сергею Викторовичу Чемизову, и нашему министру обороны, и Ростехнологиям, наверное, как нашему мазоритарному акционеру за ту работу, которую они провели в течение двух-трех месяцев. И мы услышали «да» на вопрос, на который мы уже получали два раза «нет». Да, госпиталь передается муниципальному образованию, в Верхней Салде. Есть договоренность с губернатором о том, что городу будет предоставлено бюджетное финансирование на реконструкцию или на переезд нашей городской больницы в здание этого госпиталя. То есть сейчас начинается новая работа, и рядом с нашим роддомом у нас будет не только новый роддом, но и практически новая городская больница. Редактор субтитров А.Семкин